Доброе утро всем! Я, как всегда, на работе, где мне еще быть в это время. Вы знаете, в понедельник сделала заказ на краски, хираски, шампуни. И сегодня уже пришли ко мне, все прислали. Мне присылают из гранаты. Кто-то меня хочет. Представляете, как быстро? А заказала себе штаны в Ачинде. Идут уже, ни хрен его знает сколько. Две недели, а может уже и больше. Представляете? А я еще заказала краски. Думаю, блин, будут идти ко мне целую, не знаю, сколько времени. Мне не хватит. А гляжу сегодня. Парень принес. Я давай все это мыть, вымывать. У меня просто еще клиентка сидела. Так вот. Сейчас еще одна придет. Англичанка. Она, знаете, она такая обычная, простая, смеется. Но она вот, ее эмилирование буду делать, двухцветное, трех даже. Но она такая тяжелая, человек, она такой тяжелый, депрессивный какой-то, знаете. Она вроде улыбается, но все так у нее депрессивно, что после нее хочется завыть. Вот бывают такие люди. У нее развод с мужем, уже не знаю, вот она. А до развода у нее муж там типа на нее мало внимания обращал. В общем, жесть. Почесать, почесать нравится. Ну, ничего. Я ее оприходую. И все. И будет нам счастье. Ну, что ж ты так любишь чесаться-то, а? Какая тяжелая клиентка. Это охереть можно. Мало того, что она тяжелая, так она еще пьяная пришла. Идет, еле может, еле двигается. Вот так вот вся пришла. Я так обрадовалась, что нам нужно в масках работать, что это просто какой-то трындец. И она мне вынесла весь мозг. Весь мозг. Воды можно мне воды? Сушняк, видимо, ее прям. Англичанка, представляете, не такая, что она и пожилая. Но, может быть, около 50 лет. И вот она про этот развод. Боже мой, она год назад развелась. И все, она никак все это не забудет. В общем, они даже разводились, знаете как, с полицией. Тут она в баре сидела. Он что-то, она его обвиняет в этом, в плохом отношении к себе. В общем, там у них трындец, что творится. Но она любительница поквасить. И она такая ко мне уже выходит. Мало того, что она мне еще и не заплатила, потому что она захотела карточкой заплатить, а у меня карточкой нету. Она такая, ой, спасибо, ты меня красивой сделала. Такая, дай я тебя обниму. Я такая, нет, 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 у нас с законом запрещено обниматься. Не надо. И я так обрадовалась, что нельзя обниматься, что нельзя целоваться. Это такой перегар. Там вообще трындец. Мама, не горюй. В общем, она мне вынесла. Вы, говорит, парикмахеры живут не только парикмахеры. Вы же еще и психологи. Они говорят, бру, я уже такая сижу, такая уже буду. Лучше бы, блин, ко мне много-много людей могли бы прийти. В общем, вынесла весь мозг. И не заплатила. Завтра. А у нее, знаете, какая? Она может и забыть, что завтра. Ей нужно... Естественно, если она пьяная пришла. Естественно, люди в 11 часов уже это. А потом говорят, русские пьют. Угу. Это просто они, наверное, не видели, как пьют другие. Например, немцы. Я еду в Лидл. Или в Алькампу. Куда мне ехать? Там мне нужно за хлебом съездить. В Лидл поеду. В общем, сейчас немного расскажу вам про эту клиентку. В общем, у нее... Они с мужем работали всю жизнь. Ездили в Таиланд. Вот такие вот... Если честно, я не помню, с кем она работала. Они работали с мужем. Вот. И в Испанию осели, ну, лет, наверное, 15 назад. Купили вот этот дом. У ее мужа... Они американцы. У ее мужа есть недвижимость. Здесь небольшая. Они сдают эти квартиры. И живут на эти деньги. Из Вьетнама и еще откуда там. Они привезли две собаки. Одна вот у них умерла. Но они уже старенькие собаки. И вот. Детей нету. Видимо, делать нечего. И вот они любители выпивать. Деньги, как говорится. Эта квартира он купил. Муж ее на... Как это? От матери. От родителей достались. И вот живут. Ничего не делал. Хотя она говорит, что она работает переводчиком. Но, блин, в таком состоянии, какой переводчик. Она все время приходит. От нее перегарящим пахнет. Ну, а сегодня прям вот пьяная-пьяная. Прям вот на ногах не стоит. Она такая... Он пытался оправдаться. Говорит, что ее так шатает. Потому что она вроде бы как... Так как это... Карантин. И она не ходит. И, в общем, ноги, типа, не... Атрофировались. Атрофировались ноги. И поэтому она не ходит. Вообще трындец какой-то. И вот год назад они развелись. И вот она мне плачет, что... Муж ее... Он ее не бил. Он ее, видимо, знаете, психологически доставал. Что, типа, она мне сегодня сидит и говорит... Он мне говорил, что я некрасивая. Вот я губки накрашу. Он мне говорит, сотри. Я там платье надену. Он от меня уходит. Я не знаю, правда это или не правда. Фиг его знать. Потому что я ее мужа видела. Он вроде нормальный мужик. Вот. Поэтому как бы... Не знаю. Не могу судить. С одной стороны только... И она, видимо, не может все это никак пережить. Потому что я говорю, ну ведь уже год прошел. Говорю, забудь. Она, типа, почему? А, он у нее сейчас собаку забрал. Можно понять, если она квасит, то... А собака уже старенькая. За ней нужен особый уход. То, блин, может быть, он поэтому... А я хочу ее обратно. Я вот к нему ездила. У нее какой-то там любовник. Она мне то один, у нее то другой. Каждый раз она приходит. И каждый раз у нее какие-то новые любовники. Может быть, сама выдумывает. Фиг его знает. В общем, не знаю, что... Ладно, я в город выезжу, а потом договорю. Смотрите, какая красота здесь продается. Почем они? Орхидеи. Орхидеи, орхидеи. Это, наверное, из Дня матери осталось. А вот тут разные цветочки красивые. А, 6 евро орхидеи. Так, а я зачем пришла-то? А, я за хлебом пришла. Я за хлебом пришла. Так, арбузики у меня. Арбузик есть. А, хлеб здесь и в другом. Магазин в этом стороне. Магазин. Я сюда приехала, где работаю. В этот небольшой город. И меньше народу. Видите, сколько мало. А в нашем городе там много народу всегда. Раньше не привод. Как-то начался карантин. Не привозили вот ничего. Вот такого, чтобы люди не... Ели драколику почем. Ого, 4 евро. Такой дорогущий. За 4... О, вот это мне нужна штука. Надо посмотреть. Угу. В общем, буду смотреть. Че почем. Домой пришла. А вот, что купила в Лидоле. Хлеб, как всегда. Вот такой у нас огромный хлеб. У него недели на 2-3 хватает. Он у нас 2 евро 39 стоит. Вот этот стоит 49 копеек сок. Без сахара. Это вот как... Наша докторская колбаса. Кстати, смотрите. Она, знаете, почему натуральная? И много красителей нету. Потому что, видите, сверху я кусок уже сожрала. То есть, он не такой красный. Как вот обычно колбасу берешь. Господи, аж напугалась. До 14 мая. В общем, я ее взяла, чтобы сделать сейчас окрошку. Окрошка, окрошка. Пойдем копать картошку. Кефир у меня есть. Сделаю окрошку. Кефир у меня есть. Варю уже яйца. Так, кефир у меня. Ты здесь. Чувствую я тебя. Радуясь и любя. Ты здесь. Пока пускай холодильник стоит. Вот огурчики, редисочка. Все есть. Яйца варятся. А мужу сделаю суп. Сварю. Достала бульон из заморозки. И вот такие вот курицу. Курицу сделаю вот так вот в панировке. Курицу в панировке. Купила много сыра. Ну, как много. 400 грамм чертова. Хочу сделать хачапури. Хочу хачапури. Но нужно ехать в Алькампу за дрожжами. В Лидере почему-то нет свежих дрожжей. Не знаю почему. Смотрите, какой хлеб купил муж. Такой же, как у меня, только белый. Он ходил в этот. У нас тут рядом магазин, который, потому что, смотрю, там повесил чурицу. Вот, купила масло сливочное с солью, без соли. И кое-что еще потом вам покажу. Та-дам! Покажу, расскажу. А пока буду окрошку стругать. Нарезала окрошку. Кстати, в Лидл-то я ездила за самым главным. За порошком. У меня порошок закончился. Купила вот такой диксон какой-то. Он, по-моему, 9 евро стоит. Большущий. На 80 этих помывок, скажем так. Так, все у меня тут в процессе. Суп. С вермишелькой. Сейчас туда яйцо вареное покрошу. И хамон. И это такой вот есть в Испании суп. Супа де Пикадею. В общем-то некоторые многие думают, что в Испании супы не едят. Едят. Очень много есть разных супов. Другое дело, если их готовить не умеют. Вот так. Вот так. Очень все даже едят. Буду жарить грудь. Обычно вот так вот яйца обмакнула. Сейчас в панировочных сухарях. И все. И на сковородку. В общем, друзья. Я смотрела и купила себе. Я помню, вам говорила давно уже, что мне нужно новый чехол на гладильную доску. Вот я его купила. Он 5 евро стоил. Я уже кое-что тут погладила. Так что. И смотрите. Та-дам. Мне никогда не нравились орхидеи. Не знаю. Никогда. Я вот не понимала. И не понимаю. Не знаю. Я почему-то думала, что за ней нужен будет очень большой уход. Но меня все убеждали, что это не так. Что поливать ее надо. Но редко. В общем. Купила себе. Орхидею. Потому что мне кажется, что этот стол, он прям идеально предстоит для орхидеи. Я планирую не только одну, но еще приобрести себе разный. У нас здесь обычно заряжается... Да что ты так орешь-то? Заряжается все, что можно заряжать. Это вот для камеры. Это я сейчас пойду заниматься. Кстати, если кто думает, что я бросила заниматься, это не так. Я так же занимаюсь каждый день. А после уже иду на прогулку. Поэтому все в том же ритме. Сейчас... Сегодня у меня по плану сумба. 6.30. А потом гулять идем. Что-то как-то не растет. И все. Вот этот цветок прям... Я не знаю, что с ним. Что с ним делать я? Полить, наверное, для начала надо. Чучи там налила ему ванну. Он, кстати, ее принял. Ты искупался, что ли? Что-то как-то сухой. Ну, видно, что капли есть. Или не искупался. Не знаю, в общем. Орхидеи, говорю, никогда не нравились. А вот сегодня увидела. Они там еще были со скидкой 2 рубля. И думала, почему бы не взять и попробовать. А вдруг вот... А вдруг пойдут. А вдруг... Вот буду вот... Все прочитала. Как за ними ухаживать. Все дела. В общем, не знаю. Пересаживать. Вот тут вот мне что-то вот тут вот не нравится. Это так должно быть или что? Не, не должно. Он уже отвалился. Он уже отвалился. Он сгнил походу. Блин. Ну, ладно. Сгнил так сгнил. Выбросим. А вот он один такой. Эти вроде бы как нормально. Просто я вот читала, что вот сюда вода не должна попадать. В общем, надо буду ухаживать. Корни там вроде бы все нормально. Блин, лист отвалился. В общем, вот такая вот у меня орхидея. 6 евро стоила с двумя этими. Как, может, ее так, так наоборот поставить. Так, может, лучше. Наверное, так лучше. У меня подруга Таня. У нее... Кстати, она стала мамой двух цыплят. Какое у нее там вообще? Она появлялась. Привет, Тань. Эй, поздравляю тебя. У нее курица была. Хотела... Ну, у нее свой дом. Курица хотела съесть на яйца. Та ей положила яйца. Курица отсидела две недели на яйцах. Плюнула на все и свалила. Скажет, сидит сами на своих яйцах. И Танька взяла их и все эти яйца у нее, у курицы. Сделала импровизированный инкубатор. И вот у нее вчера, спустя, говорит, две недели без сонных ночей, потому что их там яйца переворачивать надо, греть все дела. Выгонос у нее два цыпленка. Так что, Танечка, поздравляю тебя. Ой, не могу. Два цыпленка, представляете, радость какая. И вот, она очень любит орхидеи. У нее всегда их много. Вот, буду у нее совета спрашивать, что, почем и как. И как за ними ухаживать. И что с ними делать. Вот. Но лист уже отвалился. На глазах у моих достоверных зрителей. Кстати, я уже в гору погладила. Там у меня куча так все и лежит. Летняя сейчас. Надо мне еще сумки разобрать. Потому что уже сумки такие зимние, знаете, тяжелые, кожаные такие. Вот. Я не люблю их на лето. Я люблю сумки поменьше, которые вот. Чтобы. Вот. Вот это вот. Оно немного отгладится и будет намного лучше. Но ничего. Так что вот такие вот у нас покупочки. И орхидеи. Муж там делает кофе. Может быть, на чай к нему присесть. Не знаю. Подумаю. Крутой у меня прикид. А я такая. Знаете, занималась. Смотрела по крышам. Уже никто не занимается на крышах. Как-то даже грустно стало. Конечно, сейчас уже все в восемь идут гулять. У нас, кстати, на этой неделе... У нас карантин не отменили. Карантин длится... Будет еще восемь недель. Но идут послабления. Это кто... Кто не понял, наверное, не знаю. Объясню немного. На этой неделе у нас разрешено вот гулять детям, пожилым и... Ну и всем остальным. Например, с шести до десяти можно гулять, заниматься спортом. Потом с десяти до двенадцати пожилым можно гулять в радиусе километра от дома. И потом уже с двенадцати до семи гуляют дети. С семи до восьми гуляют потом вечера опять пожилые в радиусе километра. И с восьми до одиннадцати можно заниматься спортом. Где угодно. Но только не брать машину и не автобус, естественно, вот только в черте города. Это будет длиться до понедельника. Также у нас открыты кое-какие магазины. Имеется в виду там открыли парикмахерские, например. Магазины там с обувью маленькие до четырехсот квадратных метров. Магазины открываются. Но нужно звонить и назначать время. По времени, по записи. Вот. Все вот эти магазины, парикмахерские, центры. Вот все это по записи. До понедельника. В понедельник уже будут открываться с одиннадцатого числа кое-какие другие магазины. Опять не центры коммерческие большие, а до четырехсот квадратных метров будут открываться уже магазины. Но не на полную катушку, а только на тридцать процентов. То есть, если раньше в магазин заходил, могло зайти сто двадцать человек, то вот тридцать процентов могут зайти с понедельника. Но это опять не во всех регионах. В Мадриде и в Барселоне там, по-моему, карантин продолжается. Будет так же, как и эту неделю. То есть, там самые очаги заражения. То есть, они будут так же строго. Все у них будет. Здесь уже будет идти, зависит все от вашего региона. Потому что в некоторых регионах или городах вообще нет ни зараженных, ни больных. В городах, в деревнях. То есть, там нет смысла держать такой строгий карантин. А вот, как, например, в Мадриде, там метро. Вообще, самый пик заражения у нас, где есть метро. То есть, в городах, где есть метро, там будет построже. А вот где у нас, то уже разрешат с 11 числа, разрешат в машинах ездить. То есть, сейчас в машине может только один человек. И, по-моему, один сзади. А в понедельник уже может вся семья ехать в одной машине. Только если вот те люди, которые живут в одной квартире. В общем, это все так запутанно, так это все строго. Каждые две недели вменяются вот этот вот карантин, послабление вводится. Вот. Например, в новостях не показывают. Есть такой специальный какой-то болитбой. И вот там вот все вот эти вот законы, можно сказать, разрешения напечатаны. Также нас оповещают по фейсбуку, наша Мерша, например. Например, я работаю в одном городе, а живу в другом. И там совершенно могут быть разные правила. Например, сейчас у нас на машине нельзя разъезжать вот так, только если ты работаешь. Из города в город на машине нельзя ездить. Только если ты по работе. Я вот по работе могу ехать. А так? Ну и за продуктами, хотя за продуктами. Все это можно нарушать, конечно. Нельзя нарушать. Но все это нарушается. Есть люди безответственные. В общем, нужно стараться как-то. Ну вот так вот. Немного вам рассказала о поставлении. Потому что многие думают, что все, закончился карантин. Нет, карантин у нас будет длиться еще минимум 6 недель. 6-8 недель. Вот так вот. До полного, как говорится. И то, знаете, опять у нас карантин-то закончится. Но мы все равно будем жить как при карантине до тех пор. Пока не изобретут либо таблетку от этого вируса, либо прививку. И вот до тех пор будем жить как бы с этим вирусом. С масками, херасками. В общем, опасаясь. Потому что все только говорят, что осенью еще одна нахлынет волна этого проклятого вируса. О никаких открытиях границ не идет даже и речи. Какие границы, если мы между городов даже не имеем права кататься. Мы не можем между городами ездить. Ездить, какие границы, какие туристы. В этом году туристов не будет. Вообще, у нас дети в этом году пойдут в школу только в сентябре. Вот, поэтому да. В этом году пляжами будем наслаждаться мы в гордом одиночестве. С одной стороны, знаете, хоть отдохнем от туристов, но вот, конечно, отели, бары пострадают. У нас с понедельника бары открываются, террасы. То есть, не внутри бара, а снаружи. Тоже не на полную катушку, а 50%. Не знаю, как все это будет выглядеть. Ну, приспособимся, куда деваться. Так, у меня еще есть полчасика. Я переодеваюсь и пойду сгулять с Чарли. Сегодня не пойду на море. Вы как-то мне не особо писали, куда идти. Чего комментарии не пишите? Пишите комментарии, ставьте лайки. Это помогает продвигать мой канал. Пускай другие люди тоже меня видят. А че? Может быть, кто-то тут сидит и ждет. Кого бы посмотреть, не зная обо мне. А тут бац, и я. И благодаря вашим лайкам и комментариям ему придет рекомендация о моем канале. Вот это я загнула. Ну, в общем, жду от вас лайков и комментариев. Иду переодеваться. Идем с вами в поля. Идем с вами в поля. Идем с вами в поля. Что-то так на улице жарко стало. Что, блин, я? Ой, водички вновь. Ой, чарлика нет. Дай я тебе налью свеженькую. Водохлёв. Вся вспотела вообще. Кстати, иду сегодня фотки наделала. Думаю, блин, я на всех фотках в одной и той же майке. Дело в том, что я ее стираю каждый день. И мне она нравится. В ней так удобно. И сохнет она 5 минут. И поэтому такой женю, что я в одной майке. Надо завтра другую надеть. Для разнообразия фоток. Я себе заказала в Ачиндеме шорты спортивные, майку. Блин, ну когда придет? Это вообще трындец, как долго идет. Сейчас черешню поемем. Но сначала схожу в душ. Сначала надо в душ сходить, а потом уже наслаждаться. С вами встретимся завтра. Пишите мне комментарии. Я уже вам об этом говорила. Всего самого лучшего. И всем пока-пока.